всем привет сегодня мы летим уже второй раз с малявкой в самолете я хочу показать вам как нюансики которым вы можете столкнуться когда вы летите с малявкой нашему уже год второй раз мы с ним летим вот он сейчас кушает хочу обратить чтобы обратили внимание на вот эту деталь которую вешают вам на коляску если вы летите с коляски обязательно нужно ее повесить в теории мы с коляской еще не летали я расскажу в этом видео как это происходит самому все интересно в теории нам должны забрать коляску и перед самолетом так называемое хранение под бортом то есть вы должны прийти на стойку регистрации даже если у вас сделан чекин билета все равно прийти на стойку регистрации вашего авиаоператора и чтобы вам приступили наклейку на коляску и и заберут перед самолетом и выдадут потом уже когда прилетите после самолета а где сейчас нахожусь жена пошла поговорить по телефону с мамой значит вот такая маленькая комнатушка это комната для родителей с детьми смотрите здесь есть печка на котором можно все что-то нужно разогреть есть водичка даже какие-то шкафчики шкафчики пустые на шкафчики пустые ну конечно пеленальный столик вот смотрите такого размера коляска мы с собой хотим провести в самолете такого размера по идее любого размера коляска должна быть бесплатно хоть мы едем с ручной кладью то есть мы с рюкзачками летим но такую краску должны забрать самолет бесплатно то есть за него ничего не доплачивать до 16 лет вы обязаны сопровождать ребенка на когда вы проходите таможню в аэропорту вы должны стоять вместе троем с не по очереди переходите троем проходите показываете что вы с ребенком на него сделан паспорт и все проходите таможню вот это уже сейчас комната для родителей с детьми это уже комната после таможни то есть мы уже здесь ожидаем свой рейс вот мы уже прошли все пункты просто уже покормим здесь малявку и будем лететь вот такого размера комната я еще это видео покажу потом когда мы прилетим просто ищите комната она так и называется на ней будет написано комната для детей с родителями их обычно несколько штук в аэропорту все что вам нужно это найти и здесь спокойно посидеть здесь вот такие вот диванчики отдохнуть перед полетом и ребята если у вас появились дети не нужно менять свой образ жизни подстраиваться под ритм ребенка а пусть он подстраиваться под ваш ритм если вы путешествуете привыкли путешествовать не отказывайте себе в этом и летайте путешествуйте насаждайтесь жизнью дети должны вам только украшать это все потому что это не помеха к путешествиям и к вашей интересной жизни открывайте новые места увидимся дальше в этом видео да еще забыл сказать здесь дверь не закрывается здесь вот так вот смотрите на ключик она снаружи поэтому здесь позаниматься с тем чем вы все мужики пошлячки подумали нельзя нужно вести себя прилично и хорошо итак продолжим нашу беседу как же мы садились коляской что нужно делать как это все происходит когда мы садились в самолет мы садились через рукав и коляску на забирали прям перед самым самолетом вот перед тем как вы сделали шах вы уже в самолете у нас забрали коляску то есть не до рукава а в конце рукава забирают вашу коляску и потом ее выдадут вам когда вы прилетите когда мы прилетели мы не взяли коляску сразу же в рукаве почему-то мы так вот не знаю сглупили и наша коляска уже тогда оказалась на ленте там где весь багаж обычно крутится да ну это было немножко неудобно потому что пришлось нам походить по аэропорту с малявкой на руках и не совсем это было удобно поэтому я советую вам сразу забирайте после самолета как только вышли просто просите там есть технический персонал который самому аэропорту они знают что там есть коляска под бортом вы просто ему говорите что вот у нас есть коляска дайте нам сейчас пожалуйста и стоите просто ждете вот в принципе все что нужно сделать коляской я хочу чтобы мы еще пробежали с вами по моим по всем этапам когда вы заходите в аэропорт что нужно делать когда вы смолявка когда вы с коляской когда вы заходите в аэропорт вы ведете себя с коляской также как с любым багажом даже если вы летите с рюкзаком вы уложите вместе с рюкзаком со своим коляску на ленту, ее просвечивают и таким образом они проверяют что с коляской у вас там вы ничего не перевозите то есть малявку вы держите на руках проходите таким образом все контрольные пропуска и на таможне я уже говорил, нужно быть вместе, потому что если вы будете не вместе, а по одному, например, отец с ребенком, то вас попросят скорее всего попросят доверенность на ребенка, это еще такой важный нюанс если вы решили например, поехать вдвоем за границу с ребенком по крайней мере в Украине пока такой закон еще работает, вы должны брать доверенность от нотариуса, если вы планируете вернуться за границу сам, то есть например вам там по работе сказали, что нужно срочно вернуться то вы должны оставить доверенность на ребенка своей жене, или вас просто не пропустят на границе, то есть вот такая маленькая мелочь, которую нужно знать сейчас это еще пока работает, это планируют отменить поехали дальше, еще такой лайфхак, когда вы с малявкой, когда вы с малявкой летите в самолете на взлете, на посадке возможно будет такая неприятная штука сейчас немножко давайте отвлечемся это сзади здание, которое в Тбилиси я сейчас в Грузии, в Тбилиси с женой, строили это красивое здание такое и его построили и не пользуются сейчас ничем я так понимаю, там концертный зал должен быть и оно пустует просто не нашли применение этому зданию жалко, оно очень красивое вот там дальше за мной это мост свободы стеклянный очень интересно, очень красивенько так вот с малявкой на взлете, на посадке у вас может быть такое явление как у вашего малого, могут начать болеть уши если он допустим не уснул, то его это может реально беспокоить вот, что нужно сделать возьмите с собой, я вам советую водички бутылочку, просто водички, обычную бутылочку или если вы кормите, то покормите его во время взлета и посадки чтобы были глотательные движения и тогда будет сниматься давление с ушей и это будет снимать нагрузку или же просто даете попить водички и тогда то же самое будет действие будет сниматься давление с ушей и не будут болеть ушки если же он плохо засыпает в самолете то можно сделать еще такую штуку купить беруши они продаются в аптеках и ставить в ушки это тоже поможет снять неприятные ощущения и вон наша маляк гуляет поможет снять неприятные ощущения с ушей и если же рядом кто-то, допустим, беспокойные дети рядом не дают поспать вашему ребенку то просто он сможет таким образом нормально уснуть бывают дети рядом кричат в самолете и эти беруши вам помогут просто сделать тишину ребенку создать комфортные условия не беспокойтесь о том, что там подумает в самолете о вас, что вы с ребенком, что он кричит не беспокойтесь, все понимают, что вы с детьми где-то дети во всем мире люди знают, что с детьми бывает непросто и, возможно, дети кричат все нормально, все-все понимают в самолете есть, в туалете есть место для матери с ребенком что я имею ввиду? там полочка такая откидывается где вы можете поменять памперсы сделать все, что вам нужно с ребенком даже вдвоем сходить можете, например, в тот же туалет так, давайте перенесемся немножко в будущее и мы уже прилетели в Киев посадка была в аэропорту Борисполь я хочу рассказать вам, как это происходило в аэропорту потому что для нас было немножко неожиданностью и в Борисполе в аэропорту нас приняли через трап а не через рукав то есть, когда мы прилетели в аэропорт к самолету подали трап мы не понимали, как же дальше где наша коляска, куда нам идти, где нам что-то забирать потому что мы уже отвыкли, что в Борисполе вообще через трап выгрузка пассажира происходит в аэропорту но все прошло окей как все было когда мы прилетели мы вышли с беремно поваленной мы вышли с самолета и наша коляска стояла возле трапа самолета в собранном состоянии готовенькая, блестящая ждала нас то есть, ребята, нам ее даже собрали мы были приятно удивлены потому что она не так просто собирается я научился с какого-то пятого раза собирать эту коляску то есть, о чем это говорит? что ребята в аэропорту, они знают, что делать для них это стандартная ситуация пассажиры с коляской мы, кстати, одни такие летели обратно больше никого таких не было так вот, мы просто посадили малявку в коляску он еще спал как раз вырубился на посадке когда мы заходили на посадку, он уснул мы положили, переложили его в коляску и далее на автобусах нас везли к аэропорту вот, вот здесь и были нюансы если вы помните, обычно в автобусах когда ты садишь в автобус после самолета он обычно битком забитый и людей там реально очень много и это плотно и стоять там сложно но нам помогли сами стюардессы они зашли в автобус, попросили людей чтобы они сдвинулись для коляски чтобы можно было заехать спуска для коляски нет в автобус то есть нельзя заехать вот как, например, инвалиды заезжают в автобус, да, по по дорожке, да, которая для них опускается коляску нужно будет поднять то есть, конечно, хорошо, чтобы с вами был мужчина ну или тогда кто-то, если вы, допустим, женщина сама путешествуете с ребенком то попросите кого-то кого-то, кто может вам помочь заточить коляску в автобус потому что ее придется поднимать особенно, как у нас малой спал и коляску пришлось поднять ну, это проблем не составило, да, потому что я с женой был в принципе все вы доезжаете в коляске в аэропорт и дальше по своим делам смотрите хочу рассказать еще один нюанс который вы должны знать по поводу с коляской все я думаю, вопросов у вас не осталось если что, задавайте под видео хочу рассказать про про так называемую посадку приоритетную посадку на которую вы имеете право если вы путешествуете с детьми то есть не зная этого, вы можете пойти в очередь и стоять там в очереди пока вас пропустят там малой может начать кипишевать это не совсем удобно, да если вы если вы путешествуете с детьми То вы имеете право на приоритетную посадку То есть вы подходите там, где Перед руководством стоят девочки Сюардессы, которые вас пропускают на борт Вы им говорите, что у вас коляска Или они просто даже видят сами И без разговора вас пропускают приоритетом То есть мы зашли, например, когда мы летели С Грузии обратно в Украину То мы сели самый первый в самолет И мы заняли свои места И было это суперудобно Когда мы выходили с самолета, мы были не первые Мы специально подождали, пока все люди повыходят Чтобы Просто было удобнее выходить с ребенком То есть заходите первые, но скорее всего будете выходить последними Смотря как сядете, смотря какие у вас будут места Если вы будете хвостить самолета, то можете выйти тоже Как можно быстрее И вас коляска будет ждать на выходе Также Еще хочу вам рассказать, что вы должны ждать Когда будете лететь В самом самолете, что будет происходить Когда вы сядете, займете свое место К примеру Если ребенок до 2 лет, то он не должен занимать отдельное место А это значит, что в любом случае Ребенок будет находиться у вас на руках И ему будут выдаваться отдельные ремни Которые пристегивать ребенка к себе То есть вы пристег professors Вы пристегиваете себя К своему ременю другой ремень детский, а на этом ремне находится ваш ребенок. То есть вы должны понимать, что ребенок будет у вас на руках во время взлета и посадки. Вы должны планировать это в своей поездке. В принципе, никаких проблем возникнуть не должно, по идее, у вас. Просто знайте об этом нюансе, когда будете планировать свою поездку. Так, теперь возвращаемся в Грузию. Вот, поэтому все очень просто. Ребятки, путешествуйте. Потому что это действительно новые впечатления, новые какие-то вы открываете для себя грани этого мира. Ребенок для этого только должен приносить удовольствие и счастье, потому что это очень круто. Вам вообще повезло, что у вас есть дети. Путешествуйте, не меняйте свой образ жизни, открывайте новые города. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.